Доброе, замечательное утро! Я направляюсь на работу, не опаздывая, но иду впритык. У нас после дождя утро, поэтому очень свежо, хорошо и дышится легко. Всё, без лишних слов, просто на работу. Сегодня дети сдают учебники, но в некоторых школах пишут экзамен ЗНО с английского языка. И поэтому, ну по-английскому, просто по-украински это с английской мовы, и когда ты на половину переводишь, а на половину нет, выходит как с английского языка. А в нашей школе непонятно, пишут ЗНО, не пишут, и нести учебники, не нести, потому что в связи с ЗНО в некоторых школах отменили сдачу учебников, там же всё по времени, каждый класс. Поэтому у нас болото, грязука. Всё, пошла я работать. Пчёлку не уложила, вообще ничего у себя на голове не уложила, так собрала и побежала. У меня от масок уже, ну от масок за ушами, ранки. Не ранки, а как натерла резинка, особенно здесь, аж болит так тревожно. То я стараюсь маску по возможности снять и поменьше одевать. Всё, буду делать, наверное, себе кофе. А, купила вот такие вот, на работу купила вот такие одноразовые бафики. Хочу попробовать именно одноразовыми. Достал, зашлифовал и выбросил. Сейчас такое время, что люди ценят индивидуальность. Всё, буду работать. Опять поправилась. Три дня свадьба, еда по вечерам и сразу такое щёки. Иду обедать. У меня когда рабочие дни, то всё скучно и однообразно. Чё, работа, обед, работа, а потом дом. Можно, конечно, на обеде разнообразить немножко, скушать молока с сельдью и потом будет то и такое разнообразие будет. Но мы этого делать не будем. Я проголодалась. Иду кушать, меня это радует. На обед капусняк со сметаной, рыба жаренная и узвар. У Миши вареники и капуста. Приятного нам аппетита и всем, кто кушает, тоже. Домой, ветер. Неизвестно, слышно вам или нет. Миша мне купил креветок, поэтому настроение у меня. Чем ближе к дому, тем интереснее. Мне ещё нужно сделать салат себе горячий. Хочу салата. Хочу салата. А больше рассказывать нечего. Буду кушать, сейчас сделаю салат, потом креветки, потом сяду смотреть «Бумажный дом». Мне нарекомендовали сериал «Бумажный дом». А что-то ещё хотела сказать. А, что нас ещё позвали с Мишей на свадьбу опять в августе. Я так рада. Я вообще люблю по свадьбах ходить. Я могу быть, знаете, как-то наёмным гостем. Есть такие гости, которые... Ой, меня не трогайте. Я там участвовать не хочу, ну то не хочу. Так вот я тот гость, который всё хочу. И тяну ещё Мишу и других. Так что пойдём в августе на свадьбу. Надо подхудеть. Надо подхудеть, потому что будем самые старые и самые жирные на свадьбе. Как ветерок хороший. Грозу ночью передавали. Сегодня ночью такая, кстати, гроза была. Я спала в 4 утра. Я спала в 4 утра. Я проснулась. Не знал, чтобы гроза была. Лебеняка. Я уже дома. Руки помыла. Быстро готовлю горячий салат. Даже не переоделась. Потому что сейчас, если переоденусь, то уже ляжу. Сейчас... Ну, одежда всё равно на один день. Сейчас я быстро брошу на сковородку овощи. И побегу переоденусь. Чтобы, знаете, вот так вот по ходу дело подхватываешь. И сразу очень хочу, во-первых, горячий салат. Потому что он... А где, кстати, все кабачки любят, друзья? Ящички вот этого, когда я сюда как-то выглянула. Поняла. Наши кабачки. По благороди. Такочки, такочки. Можно мы по-сюда или нет? Ну, конечно, чтобы чистенько было. А как же? Ну, всё равно ты будешь готовить. Вы снова будете есть. Моя рыбочка возбухает. Да, потому что я только что помою по-сюда. Моя кися возбухает. И сейчас приду через 10 минут. Вы побольше, и тебе тоже приду домой. Я помою с того, как вы все поможете. Как несправедливо в жизни всё. Правда, дочка? Всё. Я пошу. Давай. Давай. Где там хресток? Где конфетка? Какая конфетка? Спёрли конфетки. Кококон. Я так люблю горячий салат на самом деле. Вообще очень. Сына, сделай соус. Кстати, вы хоть поздоровайтесь с людьми. Вас давно не видели. Всем привет. Сына, смотри, туда подсолнечное масло. Вот, базарного. Какой чайник? Нет. Да. Две столовые. Мой горячий салат. Миш, ты будешь кушать? Миша, кушать не идёт. А я страшно голодная. Здесь всё, видите, яйцо жареное, и патиссончик жареный. Яйцо я пожарила отдельно. Я и разбила его. Рукола. Синенький обжаренный перец и немножко спаржевой фасоли. Я уже поела и стала очень добренько. А до этого я была очень голодная. И я очень злая. Я как какой-то мужик. Знаете, обычно анекдоты ходят про голодных мужчин, что он злой, когда голодный. Я, наверное, какой-то не до... Ну, не знаю. Какой-то мужик несостоявшийся. Я прям вот голодна. Мне под руку лучше не попадаться, пока не поем. Удивительно, что наесться я могу и просто кусочком хлеба с молоком или с горячим чаем. Миша кушает ещё. Я подобрела. Зашла в комментарии. Только сейчас зашла в комментарии за целый день. Потому что времени не было вообще. То есть на работе я просто работаю, выполняю. Предоставляю услугу, за которой пришли клиентки. И две проблемы. Заработать деньги. Но заработать деньги иногда, мне кажется, намного легче, чем распределить их, сохранить, правильно вложить. И чтобы быть мудрым. Знаете, чтобы не было, как в том мультике. Мороженое, пирожное. Потому что мы такая семья. У нас в прямом смысле слова. Деньги есть и жопе честь. Это я к тому, что даже когда... Что? Когда у нас есть деньги больше, например, энной суммы, у нас сразу меняется туалетная бумага. То есть когда... Так вот... Знаете, аккуратно мы к деньгам. У нас туалетная бумага обуха в Таппеле Харьков. А когда мы гулять душа, то сразу такая панда трешарова или какось ароматно. И я всегда, всегда вспоминаю эту пословицу. Это или бабушка говорила, кажется, что гроши есть и жопе честь. Так вот, в прямом смысле слова. Извините, кто кушал. Миша на меня косо поглядывает, наверное. Это фильм интересный, какая-то трудная малыша. Ну, извините. Я хочу ответить на некоторые комментарии. Мне написали, что что вы снимаете, как вы оскорбляете ребенка на камеру, называть его мурло, вы что. Потому что я снимаю влоги. Влог – это коротко о жизни семьи или одного человека, или двух, или трех. А как? Снимать хорошее у Сипуси, а где мы ссора, скандал, где посуда не помыта, где что-то еще не снимать? Тогда это буду не я, потому что больше всего в жизни я не люблю жить как будто. Вот для меня жить как будто – это не то. Это вплоть до того, что я даже дома не люблю ходить хуже, чем я иду в люди. Знаете, как вот бывает, встают утром женщины, ну, есть такие семьи. Они там дома могут с халатом замусолено, какая-то спирдюлька вот такая на голове. Голова жирная. Ну, я не люблю это. Мне вот как-то важно, что вот как есть. Вот оно есть и так, если вы поняли. И вообще жизнь семейная, она и состоит. И ссоры, и мир. Блин, главное не в том, что кто-то оскорбляет детей, а кто-то молодец, который не оскорбляет. Важность в похвале. Есть такие семьи, где никого никогда, может быть, не назвали дураком. Но, внимание, и не похвалили. Я называю таких даже людей серыми кардиналами. Я больше всего их опасаюсь и сторонюсь. Это те люди, которые, они тебя не засрут, они не скажут о тебе ничего плохого. Но когда о тебе будут говорить нечестно или несправедливо, они не защитят никогда. Ну, я сталкивалась с таким, потому что мне уже много лет, у меня было и училище, и университет, и работа, разные коллективы. И вот именно на работе, в женском коллективе я сталкивалась, когда женщина, она такая вот хорошая, хорошая, она не скажет ничего плохого. Но и хорошего не скажет, зато потом. То есть, ну, как бы жизнь, она состоит из разного. Я прочитаю несколько комментариев. Ваш муж приехал, поздравляю. Спасибо, до этого были комментарии. Кстати, Хатун, а приедет муж, проверь спину и шею. Обязательно проверьте спину и шею. Проверила, кстати. Все нормально, проверила, все чики-пуки. А вообще, я ему разрешаю. Если шею, я ему все разрешаю. Привезет молодую, симпатичную, может, она наших детей угомонит. Знаете как, я-то все равно останусь, как там, любимой женой, так как я старшая. Да? Вообще-то шутишь. Ну, хорошо. Ты даже шутишь. Ну, пусть каждый подумает в меру того, как он хочет подумать, и все. Вы искренняя семья. Спасибо. Очень классное видео. Каждый раз смотрю и поднимается настроение. Улыбаюсь. Сегодня затянуло небо. Нет, подожди, не уходи. Тут про Кривое озеро. Я побоялась, что у нас будет как у вас, и мне придется песику покупать. Тра-та-та с песиком. Мне по-угу, какой длинный комментарий. И все вместе. Самое главное, что мне понравилось. Я поймала букет в 6 лет. Сейчас мне 20, я не замужем. Мишка пусть не боится. Мишка вообще ничего не боится. Вообще. У него как с гуся вода, знаете. Поймала, поймала. Не поймала, не поймала. А ты ничего не обязываешь? Его, да. Его вообще ничего ни к чему не обязывает. Еще мне понравилось, что привет из Кривого озера. Это обалдеть. Это вообще такое родное. Знаете почему? Потому что, во-первых, там прошли мои с 11 месяцев до 6 лет возраст. И я была такая датына, я жила, я у Христа запаздывала с бабушкой, с дедушкой. Мы жили как раз напротив Мишка Лхостроя, на улице Нахимова. И у нас были огромные огороды. И в конце нашего огорода была дулына, и сразу забор и ферма. Ферма свиная, коровья. И как раз на этой ферме, уже когда я жила с 14 до 16 лет, два года, мы тырили силос, ямы с силосом были, зеленку. Потом рядом был еще гусятник, гуси там. И когда был объединенный перерыв, у гусей бы они так-то лазили. Тихий час, когда у них был, потому что то их выгоняли на улицу, то их загоняли. Мы перелазили через заборы, чтобы вы понимали, заборы там плиточные. Но человеку, которому надо стырить, это не мы как бы делали, мы уже приходили, там уже все готовое. Было перелазы такие назывались, там и камень, камень на камне. Такая специальная эта, потому что ты плитку, огромные плиточные, плита, плита. И все равно умудрялись там 50 метров, оп, перелаз. Если там нет перелаза, идешь 50 метров, все равно вдоль забора ты все равно найдешь, где этот перелаз. Мы залазили и на ферму, таскать сила с зеленкой, и лазили на гусятню. На гусятне мы жито жали, когда оно было свеженькое. Как же жито жали? Ячмень, ячмень жали, за ячменем. Он свежий, с киском, с киском, або сарпом. Нажал, нажна, жнали, жнили. Жнили? Как сказать правильно? Сказать жали, что значит жали? Он ростом? Да, очень много. И мы его срезали. Так что вот такие дела. Входила я в первую школу. Классный руководитель Мария Ивановна, к сожалению, фамилию не помню, она учитель украинского языка и литературы. Это был тот момент, когда я очень полюбила украинский язык и литературу, потому что она была просто профессионалом своего дела. И она меня взяла в свой класс. Когда мне было 14 лет, я приехала, я говорю, я пришла в первую школу, и я ее нашла, и она говорит, а что ты тут ходишь, ну там по-украински? Я говорю, ну мне требует, чтобы меня взяли до школы. Она говорит, а в який класс? Я говорю, ну же, боже, ну все мы, а чего? Я говорю, я там знаю Аллу Федорченко, Виту, Коваленко, там еще кого-то назвала. Я говорю, я с ним в садочек ходила. Я говорю, а звідки ж ты приїхала? Я говорю, из Абхазии. Ну, добре, приноси документы. Я говорю, у меня нет документов. Она говорит, а ты чья? Я говорю, Лошкарь, Евгене Викторовне. А она говорит, ну добре, приходь сюда, 1 вересня. Не, и все, и я пришла вот так вот в школу, и потом я всегда удивлялась, как без документов, без всего меня взяли. А я к тебе звала, ты Тоня. И все, я вот так вот была Тоня. Блин, я расскажу, это прикол про имя, полное видео, сниму, почему Тоня, почему Хатуна. Вот, еще. Нет, я отдельно сниму, и Тоня, или Хатуна. Хатуна, посмотрите, сериал «Манифест» очень хороший. Я знаю, я смотрела. Я ж любима Лисе. Я читала, это книга изначально была. У Елисея одна футболочка на все случаи жизни. Я Лисе Николаевна, как не смотрю, все в желтом, бедный. Ты не читаешь, что ты ребенок пишешь? Она сказала, что нет, что она уже взрослая, но за комплимент спасибо. А Лисе Николаевна, Елисея, это у нас отдельный случай. Он так любит переодеваться, что его просто не заставить. У него, на самом деле, вчера, кстати, вчера мы у него делали ревизию в шкафу. Рассказываю прикол. Мальчики, насколько они разные. Миша, он такой, знаете, он за все берется, и у него все получается. Но ему быстро все надоедает, однотипная особенно работа. Как у Миши в шкафу? У Миши в шкафу... Миша, ты можешь подержать камеру, послушать штатива? Спасибо. Ты закрыл сейчас микрофон. А так видно бардак там. Да. В шкафу, Елисея. Идеальный порядок, идеальный. Все будет сложено стопочками. Но все грязное. А у Мишки будет все перерыто, и всего три вещи. Потому что все Мишины, все вещи, они в стирке. Причем чистые. А Елисея, они все в шкафу, все сложены, но все грязные. Все грязные, чистые, в перемешку. Поэтому он просто ходит. Он может прийти, взять любую футболку, одевать, и у него желтая не единственная. Это так попадает. Дом работает до... А, это название видео. Ходит у нас очень интересный фильм, Триггер. Я, кстати, гуглю. Ой, гуглю. Я скриню. Я скриню эти фильмы. Сегодня я начинаю смотреть под креветочки «Бумажный дом». Говорят, это сериал. Так что это. «Бумажный дом» буду смотреть. «Большой босс». Смотрю. А, тут это... А, стихия разбушевалась. Ирина Лазовская пишет. Хату наплакала вместе с вами, хотя у меня нет никаких знакомых на Западной Украине, но мне жалко всех людей на свете. Я вас очень понимаю, я тоже такая же. Я просто на минутку из-за большого опыта жизни в разных странах. Вот я жила в Абхазии, и мы столкнулись с какими-то тоже стихиями. Но мы никак не страдали. Просто я вспоминаю, как это все-таки дико и страшно. И как человек хрупок, все вот эти строения, его деньги, какие-то сбережения. Все это на самом деле очень хрупко перед стихией. А еще у меня Миша, он был в Ивано-Франковске, и ему так посчастливилось немножко помочь в подвале убрать. На самом деле, то есть одно дело, что знаете, как вот пришло наводнение, а потом вода сошла. Вода сошла за сутки, и люди вернулись в свои дома. И казалось бы, звучит это фух, слава богу. На самом деле, люди вернулись, и можно только оценить масштаб потерь. Потому что, представьте, машины, которые были затоплены, муляка, иляка. Вода, она не пришла чистая и не ушла чистая. Там просто, ну, я в машинах не понимаю, когда обшивку выбрасывают, когда электрику все нужно менять. Эта муляка попадала в колодцы, где питьевая вода. Сейчас эта вода не питьевая. Это реально проблемы. Огороды посносила, подвалы позаливала. Техника, электричество. Это можно только догадываться масштаб. На первом этаже, в некоторых домах по метру вода стояла. На первом этаже, вот, на первом этаже вода стояла. Я видел по уровню, ну, на улице, по стене метр. Мокрый прям. Да представьте, мебель, это все, оно будет сохнуть, оно заванивается. И Миша говорит, там не было такой жары, как у нас, типа, вытянь. Но оно уже не высохнет, это только... Это же все животные, которые, крысы, грызуны, куры, там, которые плавать не имеют, они все, котята, там вот кошка у них живет на дворе, во дворе. Я не понял. Она катилась недавно. Но чем выжили эти котята, чем не выжили? Потому что, когда была вода, она на крыше сидела двое суток. То есть, это то, что вода сошла, а потери они остались. И Миша говорит, мы банки мыли, просто ты берешь, ну, закрывашка, закрутка, закатки. Они выляки, в муляки всей вот этой. Ну, то есть, да, это страшно, я вас понимаю. Все, наверное, на сейчас все, потому что я еще хочу приветочки поесть, отдохнуть, сумку повязать. Я еще много чего хочу, у меня болит нога, я выпила уже все свои таблетки, а нога продолжает болеть, в этот раз как-то не так. Ну, все. Но сейчас только все, я пошла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok